Новый мост в Верхнекамском районе затопило. Машина вросла в асфальт. Руководитель центра реабилитации держал пациентов в плену. Что еще обсуждают в сети, смотрите в нашей подборке коротких новостей. В Верхнекамском районе недавно построенный мост из поселка Чус уплыл в село Пушью. В мае этого года старый деревянный мост через Каму обрушился. Конструкцию должны были восстановить к 15 июня и сделали это. На ремонт переправы выделили более миллиона рублей. Но в выходные в соцсетях появилось сообщение о том, что мост через Каму вновь затопило. В районе организована лодочная переправа. В комментариях пишут, что такая ситуация происходит каждый год. На привокзальной площади в Кирове искали бомбу. Из-за забытой кем-то сумки в выходные была отцеплена вся территория площади. На месте работали саперы. Информация об этом появилась в одном из кировских пабликов. На кадрах видно, как сапер проверяет подозрительную сумку. По информации свидетелей никаких взрывчатых веществ в результате не нашли. В Приморье завели уголовное дело о похищении людей сотрудниками центра реабилитации. В ходе спецоперации задержан 33-летний гендиректор организации. При этом оперативники освободили 15 человек, которых, по версии следствия, незаконно удерживали в здании центра. Как сообщили в следственном комитете, руководитель центра арендовал дом в пригороде Владивостока, где и содержались больные. За так называемое лечение родственники пациентов платили деньги. Кадры с вросшей в асфальт машины обсуждают в сети. Сегодня появилось видео, на кадрах которого белая деонексия, провалившаяся в асфальт. По картинке сложно понять, как автомобиль оказался в таком положении. Возможно, машина провалилась в яму. Пользователи активно обсуждают увиденное, оставляя забавные комментарии. Кто-то предположил, что это новый арт-объект в городе.